друзья всем привет с вами схема сборки давненько мы не выходили в эфир я немножко переосмыслил свое творчество и с новыми силами немножко в новом формате продолжу продолжу моделировать и конечно же это будет формула 1 сегодня у нас на старте вот такой вот экземпляр от компании эбро модель это не новая но эбро нас продолжает радовать постоянно выпускает какие-то новинки у них уже довольно большой модельный ряд и в этом модельном ряду превалируют модели почему-то именно команды lotus f1 недавно они анонсировали lotus type 91 82 года за 1 83 опять две модели этих моделей тоже две и они очень разные несмотря на одну основу но начнем мы с первой первой во всех смыслах этого слова модели lotus type 49 1967 года написано 67 но на самом деле эта машина присутствовала формуле 1 вплоть до 70 года в те времена строили болид затем много чего переделывали много чего придумывали появлялись эпохальные просто новинки но сама машина оставалась той же по крайней мере ее основа и вот основу для множества новинок формула-1 заложил именно lotus type 49 который создавали колин чепман и морис филипп что здесь было впервые формуле 1 появился двигатель ford косворт дфв 1967 год этот двигатель использовался в формуле 1 на большинстве болидов вплоть до начала 80-х и вот как утверждает википедия дфв впервые появился именно на лотосе 49 сразу отмечу что исторических данных довольно мало и они довольно противоречивые даже знатоки истории между собой постоянно спорят о каких-либо фактах из той эпохи 60-е года не было интернета не было соцсетей вся имеющаяся информация поступила к нам из уст непосредственных участников событий так что где-то могут быть неточности но в целом думаю картинка у вас сложится что же еще первым появилась на этом болиде впервые была применена концепция монокок крепящийся к нему двигатель и уже к двигателю крепилась коробка передач такая концепция просуществовала вплоть до начала 80-х годов и с пришествием единого днища на которой устанавливался уже и монокок и двигатель и к нему все так же крепилась коробка передач до этого момента вот болиды выглядели вот так менялся обтекатель менялись какие-то концепции аэродинамики появились антикрылья но в целом сам концепт был именно такой который появился на лотосе type 49 в шестьдесят седьмом году кстати насчет антикрыльев они тоже в впервые появились на этой машине на более позднее версии она уже была в другой ливреи и кстати это ливрея тоже открыла новую эпоху формуле 1 этот болид просто родоначальник многих вещей которые мы сегодня знаем формуле антикрылья выглядели сначала довольно забавно на высоких стойках затем все это начали дорабатывать но все это дело начал именно колин чепан и что касается раскраски gold leaf табачная компания впервые колин чепман привел формулу 1 табачных спонсоров привел большие деньги и как мы знаем это определило историю формулы 1 на долгие десятилетия вперед модель type 49 b тоже есть у компании ebro в раскраске gold leaf с антикрыльями но ее мы будем собирать наверное чуть попозже для начала начнем сначала с первого типичного для золотой эпохи формулы 1 болида болида lotus type 49 но теперь давайте откроем коробочку не будем долго утомлять вас историей у нас здесь находится традиционная для ebro схема сборки и множество деталей первое что мы видим практически стандартный литник с двигателем dfw литники эти унифицированные иногда компания добавляет какие-то новые детали но они находятся на других литниках вот этот же литник и у томи и у ebro и у многих других компаний он идентичен практически собирать этот двигатель можно уже закрытыми глазами потому что опять же скажу что dfw присутствовал долгие и долгие годы формуле 1 выиграл не одну гонку не один чемпионат мира но вот этот dfw особенный потому что он был первым далее у нас идет небольшой литничок с элементами обтекателя носовая часть и боковые элементы кокпита здесь немножко я был удивлен потому что носовая часть зеленая на зеленом нормально надеюсь нормально носовая часть довольно широкая мне по картинкам эта машина представлялась такой тонкой как называют этот вид обтекателя сигарообразной но на самом деле нос довольно широкий практически в два пальца так что мне кажется что модель будет выглядеть громоздко интересно не будет она такой мелкотой по сравнению с современными или более менее современными болидами следующий литничок у нас хромированный их здесь кстати два на нем находятся диски элементы подвески как передней так и задней дуги безопасности и форсунки дудки как мы их называем также есть выхлопные трубы хромированные и зеркала на этой модели я с хромом особо не буду заморачиваться я хочу сделать максимально из коробочную сборку и скорее всего многие элементы которые здесь есть на литнике после анализа как они крепятся к самому литнику останутся именно в оригинальном цвете то что нужно будет изменить я конечно же изменю черный литничок и здесь мы тоже видим знакомые нам стандартные детали это сам элемент монокока руль крышки блока цилиндров все довольно стандартненько амортизаторы элементы крепления колес к подвеске приятная деталь от эбро всегда есть педали и различные бачки разукрашивать которые истинное удовольствие для моделиста черный литничок побольше здесь у нас много элементов они из различных частей нашего болида выхлопные трубы черные сиденья пилота тормозные диски перегородка как пита приборная панель амортизаторы сама коробка передач еще одна крышка двигателя видимо здесь что-то будет заменяться да тут какие-то есть патрубки вот здесь есть два патрубка которых нет на оригинальной детали поэтому скорее всего именно эта деталька будет применяться в данной модели а может быть это уже type 49b во время сборки разберемся следующий литник я его не распаковывал здесь находятся стекла и друзья мои обратите внимание здесь целых четыре варианта остекления этого болида потому что компания бра предлагает нам собрать разные вариации болидов при желании можно сделать их несколько купив несколько одинаковых китов связано это с тем что в те времена не было столь жестких ограничений и машины могли принимать участие в различных гонках плюс к тому машины могли продаваться покупаться частным командам передаваться и так далее например за рулем type 49 болида побывали такие пилоты как джим кларк грэм хилл джеки оливер марио андретти йо зеферт йохан ринд эмерсон фитипальди и многие многие другие в современном мире все конечно немножко по-другому далее у нас летничок с декальками идет здесь желтая полоса дана в виде декалей огромные номера ну и в принципе довольно мало наклеек потому что этот болид родоначальник эпохи спонсорства формуле 1 пока что был исключительно фирменной ливреи лотоса без голд лифа голд лиф появится чуть позже и как я уже сказал в следующей модели эбро с лотосом type 49b особенностью компании эбро является трепетное отношение к покрышкам в отличие от некоторых компаний которые мы знаем предоставляющих нам покрышки в виде чего-то лысого с огромным облоем посередине и предлагающим нам приклеить название самих фирм виде декалей у эбро все по-серьезки здесь есть протектор отличнейший скажу вам протектор здесь все пропечатано уже на покрышки и это радует вот так этот протектор выглядит такая вот пропечатка принципе это очень очень приятный бонус от компании эбро и такая картина наблюдается во всех моделях этой компании ну еще парочка пакетиков со втулками и 3 шурупа шурупы уже как я знаю крепят двигатель к самому монококу иного способа крепления пока что не придумали ну и пара слов о том о чем я говорил в начале и в середине нашего выпуска виды машин которые можно сделать здесь присутствует целая таблица рассчитана она на 1967 год датский гран-при британский гран-при итальянский гран-при гран-при сша и гран-при мексики и все это рассчитано еще на нескольких пилотов поэтому я буду долго сидеть разбираться какую именно я машину хочу сделать ну не знаю мне кажется что интереснее будет выглядеть машина где побольше всяких наклеек и надписей поэтому буду смотреть пока еще внимательно во все это не вглядывался в целом довольно качественная стандартная для модели этой ценовой категории инструкция по сборке из нескольких страниц вот так друзья и выглядит наш кит от компании ebra lotus type 49 модель легендарная с недавних пор ее можно приобрести и в россии с удовольствием замечу что произошло это благодаря каналу схема сборки моим личным контактом с самой компании в городе шизуока в японии и продается она например в магазине я моделист за две тысячи пятьсот девяносто шесть рублей ну 2 600 если мы усредним из красок вам понадобятся стандартные наборы различных металлических цветов черный матовый racing green и обычный желтый немножко там по салону будет сложности но я думаю что все это по ходу сборки уже расскажем что касается самой сборки то я не буду делать ее столь подробный там в десяток серий потому что по сути говорю об одном и том же говорю много всякого интересного и очень умного а потом вы начинаете все равно писать в личку и задавать все те же вопросы когда я говорю посмотри какой-то выпуск вы отмечаете что просто нет на это времени у меня тоже особо времени нету подробно все разжевывать и показывать поэтому будет еще серия где мы сделаем прикидку уже снятых литников детали и потом финальная где расскажу о готовой модели так что ребят схема сборки теперь вот такая жду ваших комментариев можем принципе все это обсудить я всегда комментарии читаю стараюсь на них отвечать ну что ж с почином поехали собирать модель до новых встреч друзья моделируйте моделируйте так чтобы огонек вашей душе никогда не угасал увидимся пока